у нас очередная на боксинг мы только что вернулись из магазина и купили очень много продуктов но это на ближайшие дни потому что в понедельник мы едем на семейное ежегодное торжество и нужно приезжать со своей едой в общем мы взяли два салата потому что мы ответственные за салаты далее это кола цукини морковка для селедки под шубой далее взяли мясо на скидке это вот такие вот сосиски бекон еще мясо это говядина и еще это свинина мясо и и у нас остается теперь грибы грибы очень вкусно если кто не знает делать на гриле с филадельфии дальше бананы один уже съели майонез тоже для салата десерт потому что мы завтра едем проведывать бабушку и обещали приехать не с пустыми руками помидорки черри йогурт на скидке для того чтобы я могла приготовить пирог детский йогурт маленький такой далее хлеб и кукуруза для гриля все это у нас получилось на 72 франка мы получили еще кучу наклеечек и сегодня также забрали свой первый лот это вот такое вот большое полотенце на лето которое было как раз в подарок на нас сегодня будут вот такие вот сосиски на гриле хлеб для гамбургеров и моя любимая кукурузка уже навестили бабушкой у нас же осталось немножко тортик который она нам положила с собой сейчас поедем дальше гулять приехали на небольшую ярмарку так что я покажу что есть продается пить и одежду и обувь и колбасы и сыры то есть традиционно то что производит здесь также есть вот как second небольшой игрушки и одежда тоже китайская еда маленькие фургончики в общем на любой вкус и цвет так же всякое китайское здесь барахло недорогое мы-то сюда приехали ради этого потому что наш друг он у него винодельня поэтому приехали пробовать вино смотрите что я обнаружила у нас на деревце скоро будут ягодки они почти созрели немножко потрескались правда потому что не было дождей но сейчас уже погода восстановилась так что возьмем ягодки будем варить компотик ну или может так покушать хватит всем привет сегодня понедельник мы сейчас едем на пикник всей семьей поговаривают что это самая большая семья в швейцарии но кстати только эта семья так и говорит поэтому я сегодня засниму что мы будем делать собираемся здесь муж замариновал мясо положил это для малышки и бабушки она у нас любит и и также вот такие вот шашлычки это овощные с беконом два блюда у нас я сейчас запакую будем уже складывать все в сумке я вчера стекла вот такие вот кексики небольшие с изюмом у меня рецепт есть в инстаграме и также вот такой большой торт зебра он на всем этом блюде по диаметру такие семейные встречи проходят каждый год на протяжении уже многих лет это одно и то же место здесь кроме того что организованы специальные места для пикника есть кухня есть стир есть место для костра есть место для игр для детей поэтому на свежем воздухе провести день это одно удовольствие каждая семья кстати она приезжает со своей едой и далее там уже может кто-то делиться кто-то нет как считает нужным все барбекю делается вот на таком вот большом костре мангале после того как все пообедали на этом же костре дети и взрослые могут пожарить маршмеллоу это очень вкусно поэтому если вы не пробовали обязательно попробуйте вообще мы вышли с малышкой погулять с ней я ее положила в коляску чтобы она немножко поспала сейчас мимо нас проедет парень на квадроцикле я надеюсь что он будет очень громко в общем я вам расскажу так называемое жиром это летние ну что-то вроде фестивалей для молодежи в общем в каждой деревне здесь мы тоже проживаем в городе но он небольшой поэтому можно сказать и деревня поселок в общем там существует группа молодых людей которые вот именно вносят какую-то жизнь вообще в город что-то новое чтобы не просто люди ходили на работу школу и так далее а были какие-то еще и активности в общем и летом вот эти вот группы людей они обычно как-то между собой скомпоновываются и рядом с одной из деревень или на пустом каком-то месте пустыре они устраивают так называемые деревни жиром то есть что это такое здесь строится ну где мимо проходите покажу здесь строится большие площадки это своего рода маленький такой городок строится площадки все удобства есть то есть и души и туалет рестораны кафе и вот эти молодые группы они заезжают обычно это неделя это все длится они заезжают живут в небольших таких фургончиках кто-то живет в машине кто-то живет в палатке но они живут все там здесь проходят каждый день концерт и дискотеки что немаловажно спортивное событие сейчас чем у меня проедет машина пропущу и расскажу дальше чтобы пять раз не останавливаться в общем вот она поехала спортивное событие понятно что есть место и алкоголю и сигаретам и так далее но людей объединяет вот эта вот идея того что можно прекрасно проводить время на свежем воздухе не обязательно упиваться или до безосознательного какого-то состояния и это все оно оповещается в газетах в журналах по телевидению в этом году кстати 100 лет исполняется таким вот молодежным группам в общем это здорово у этих фестивалей есть спонсоры которые помогают все это облагородить посмотрите какие пейзажи открываются перед глазами ну я просто каждый раз когда мы ездим на машине даже из окна я выглядываю вижу горы и до сих пор не верю что я могу в этой красоте постоянно находиться это все лицезреть эти горы эти зеленые поля эти маленькие домики посадки вот эти которые под линейку сделано вообще очень здорово здесь люди серьезно к этому относятся чтобы все было сделано хорошо качественно ну и красиво естественно сейчас зашли в лес даже здесь вот висят мусорки и вот такие вот таблички браву здесь обычно к ним прикреплены мешки специальные для мусора от собак ну понятно зачем что собирать за собой и убирать так что люди к этому очень серьезно относятся у каждого порядочного собачника есть специальный называемый термос который потом можно этот пакет положить если негде найти мусорку вот такая красота мы влием по лесу я надеюсь что никто сегодня из гостей не нацепляет никаких клещей или жуков потому что в этом году прям какая-то эпидемия мы уже покушали и мужчины сейчас решили поиграть немножко в футбол и и и Мы уже вернулись домой, сегодня собралось около 100 человек, на самом деле это не очень много, потому что не вся семья смогла приехать, было очень много детей, поэтому Таисия могла вдоволь наиграться. В общем, мы приехали уставшие, дико довольные, пропавшие костром, уже немножко привели себя в порядок и оставили чуть-чуть сил для того, чтобы доесть десерт. К нему сейчас и приступим, а вам спасибо большое за то, что посмотрели этот влог, до новых встреч и пока-пока!